Что же происходит в этом российском королевстве кривых зеркал? Сейчас мы детальнейшим образом обсудим с Ольгой Курносовой, политическим аналитиком, главным редактором портала «Автор Эмпайр». Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, рада вас приветствовать в наших эфирах. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна, ну как вам эта теория? Путин встречается с Дюминым для того, чтобы, возможно, привести в чувство Шойгу, возможно, для того, чтобы, ну, так сказать, показать ему, что он уже как бы отыгранный материал. С одной стороны, кажется, это очень простым. С другой стороны, встреча Путина с Дюминым тоже вряд ли состоялась просто так, еще и публично. Что скажете на сей счет? Или это сигнал другим игрокам? Да. Что вообще происходит? Безусловно, встреча не случайная. И по большому счету, когда арестовали Тимура Иванова, кстати, обратите внимание, что пока еще указа Путина об отстранении Тимура Иванова нет. Пока он отстранен лишь приказом Шойгу, потому что заместитель министра обороны тоже назначает и, соответственно, отправляет в отставку лично президент по российской конституции, как это не парадоксально. Поэтому пока Тимур Иванов формально лишь отстранил от занимаемой должности, но остается заместителем министра обороны. Более того, пока федеральные каналы вообще про это не говорят. То есть этой истории нет в публичном пространстве. Так что, как говорят эксперты, идет за, собственно, тушку Тимура Иванова еще большая подковерная борьба. И тут вот такой, можно сказать, не то что козырь, а огромная гиря в виде встречи Дюмина с Путиным. И, соответственно, вопросы, вопросы, вопросы. А в качестве кого Путин собирается двигать Дюмина наконец в Москву? И те слухи о том, что Дюмин перемещается в Москву, ходили уже давно. Он явно пересидел в кресле губернатора Тульской области и куда-то его уже двигать надо. И появляются разные гипотезы. Одна гипотеза действительно, что он придет на место Тимура Иванова, то, что если действительно Тимура Иванова, его дружки не смогут отстоять, и он пойдет по этапу, надо сказать, что разные истории были. Был, например, заместитель министра финансов Старчак, которого сначала посадили, он какое-то время посидел, а потом его выпустили, и даже он снова стал заместителем министра финансов. В России бывает все. Правильно вы говорите, что королевство кривых зеркал. Соответственно, еще пока непонятно будет, что с Тимуром Ивановым, но понятно, что что-то будет с Дюмином. Либо действительно он пойдет в Министерство обороны для того, чтобы контролировать Шойгу, либо, и такая гипотеза тоже существует, он может быть одним из кандидатов на пост первого вице-премьера. Белоусов уходит в отставку, а вместо Белоусова будет кто-то. Либо Денис Мантеров, либо Дмитрий Патрушев, либо, возможно, и Алексей Дюмин. Как вы считаете, почему Алексей Дюмин, который становился в сторону Пригожина, а Пригожин был озвучен предателем, помним, да, чем это все закончилось, вдруг стал настолько близок к Путину? И как вы считаете, какие у Дюмина отношения с Шойгу самим? И вот почему именно Дюмина фигура сейчас всплыла? Ну, собственно, Путин, он всегда был близок, и по большому счету, когда он общался с Пригожиным, во многом он общался для того, чтобы ослабить Шойгу и, может быть, даже сесть на его место. По большому счету, вряд ли Путин считает его таким же предателем, как Пригожина, потому что, собственно, по тем слухам, которые ходили во время марша, что он был одним из переговорщиков, который уговорил Пригожину таки остановиться и не идти на Москву. Поэтому, с точки зрения Путина, вполне возможно, что он сыграл позитивную роль. Ну и как его бывший адъютант, он входит как раз в круг доверенных Путину лиц, и, собственно, поэтому его из, что называется, шкафа достали, моль с него согнали, потрясли, и вот встречался с ним Путин. Соответственно, видимо, уже пришла пора, новое время старых адъютантов. Снова их пора двигать, потому что как-то не уверен в своем окружении Владимир Путин. Скажи, пожалуйста, говорит ли эта встреча Путина с Деминым о том, что на самом деле, ну, скажем так, политические перспективы, которых и так не было, но тем не менее, Шойгу в этой кремлевской иерархии, ну, они сочтены в любом случае уже? Или говорить о том, что Шойгу политические трупы пока рановато? Ну, знаете, в России политических трупов полно, собственно, все такие франкенштейны, уже давно умерли, и в этом смысле Шойгу тоже от них будет мало отличаться, просто ему отрезают его финансовые возможности. В любом случае, будет ли это Дюмин или будет это кто-то другой, но это точно будет то, что называется смотрящий, который не даст Шойгу так беззастенчиво воровать, как он это делал. И в этом смысле, конечно же, это не есть хорошо, потому что чем выше коррупция в российской армии, тем лучше в Украине, на мой взгляд. Поэтому я надеюсь, правда, что новые смотрящие будут воровать не иметь рабочих, старых, и в этом смысле по большому счету ничего не... просто карман будет правильный. Если Шойгу тут совершенно с наглой рожей все к себе в карман тащил, то теперь будут там Путину что-то отстегивать, еще каким-то правильным людям, и все будет по-прежнему. А как вы считаете, вот эта встряска, скажем так, в Министерстве обороны, она связана с тем, что санкции все-таки работают, заниматься производством собственного оружия в Российской Федерации становится все тяжелее, нужно ездить в Иран просить, нужно Китай просить. И может быть, таким образом Путин решил потрусить вот этих толстосумов с медальками для того, чтобы найти какие-то ресурсы внутри страны. Может быть, дело в этом? Ну, все-таки производство вооружения – это не совсем Министерство обороны. Министерство обороны – это скорее все-таки другие вещи. Другое дело, что давайте вспомним, что достаточно серьезную роль в восстановлении Мариуполя играли компании Тимура Иванова. Это тоже была такая абсолютно наглая кормушка. И он, Тимур Иванов, там мешался, и Министерство обороны там мешало. Куснулину. И, соответственно, конечно, в интересах Куснулина было подвинуть Тимура Иванова. Поэтому, конечно, в первую очередь это деньги. И, соответственно, вокруг этого все. Что касается ВПК, там есть ответственные. И, конечно, я думаю, что те объемы, которые сегодня есть, Путина совершенно не устраивают. И, возможно, вот эта показательная порка показать, что вот смотрите, как я поступаю с Министерством обороны, будете плохо себя вести, и с вами так же будет. Маргла Владимировна, а скажите, пожалуйста, вот хотелось бы еще такую тему с вами обсудить. 9 мая, но как бы не за горами, конечно. Вот сейчас получается ли у Путина, учитывая то, вот мы сегодня говорили в эфирах телеканала «Фридом», что в школьных уроках там будет говориться, что Украина, конечно, участие не принимала во Второй мировой войне, что все сделали только русские. Да, и перепрыгнули просто раз, и перепрыгнули Украину. Да, вот учитывая вот все эти бреди, которые пытаются насаживать Путин на головы россиянам, получается ли все-таки снова привлечь внимание к этой самой дате 9 мая? Или на самом деле россиянам сейчас важно не это в основной массе? Вот мы видели кадры, как, кажется, абрамсы, да, там где-то в России выставили подожженные, и там сейчас большой там такой восторг, фотографии делаются, нецензурные, скажем так, высказывания. Жесты. Жесты, вот, забыл это слово. Нецензурные жесты и так далее. Вот получается ли опять объединить Путину народ вокруг 9 мая? Ну, понимаете, дело в том, что надо же где-то фотографироваться. В Турцию, в Таиланде мало кто может себе позволить, поэтому, ну вот, теперь что остается, в парк Патриот сходить или рядом с техникой пофотографироваться. И в этом смысле, конечно, такое развлечение для ширнормоз, широких народных масс, администрация президента предложила. Другое дело, что, собственно, я помню такую выставку в Киеве, так что ничего оригинального, просто украли идею вот этой тогда российская, соответственно, подбитая техника стояла, там, или на Софиевской площади. Ну, короче, где-то она там стояла. Она еще перемещается, эта выставка, которая объехала половину мира для того, чтобы показать, как россияне приезжают в Украину и на чем. Вы правы совершенно. И самая идея, понятно, откуда взялась, да. Видимо, все-таки удалось там один завалящий адморус как-то, так сказать, захватить, и вот его и притащили. Хорошо, что не макет, потому что от них все можно... Они и макеты могут выставить и сказать, что это натурально. Я тоже бы не удивилась. Так что, конечно, что-то предложить для населения во время длинных выходных. Давайте не будем забывать, что длинные выходные. Не все едут на дачу, не все сожжают кошку, а кто-то еще и остается в городе, и поэтому что-то предложить нужно. Понятное дело, что в России уже почти не осталось настоящих ветеранов. Я сегодня разговаривала с мамой, которая была очень маленькой, но она до сих пор помнит день начала войны. Они были на даче, и она видела солдата, который бежал, он брил голову, у него половина головы была в мыле, а половина побритая, потому что объявили войну. И до сих пор она помнит вот эту свою картинку четырехлетнего ребенка, и она говорит, что тот, кто пережил войну, не может относиться к 9 мая как к празднику, потому что это, конечно, та дата, когда вспоминают 20 миллионов погибших, и в каждой семье были люди, которые погибли во время войны, поэтому это никак нельзя называть праздником. Но для Путина люди ничего не стоят. Он и сейчас убивает, и тогдашние жертвы, они лишь, понимаете, невозможно то огромное количество советских людей, которые погибли во время этой войны, вешать себе на грудь как медальку. Это трагедия. Такие жертвы, это по большому счету показатель того, что очень неумелое руководство страны было, столько людей положило. Поэтому что-что-то. В этом смысле они, конечно, такие достойные наследники Сталина, что сказать. Спасибо вам большое за ваше включение, за вашу аналитику, спасибо за вашу поддержку и за то, что вы с нами с телеканалом Freedom. Ольга Курносова, спасибо вам еще раз. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин